Вопрос сложный, опять же. Знаете, не суди, да не судим будешь. Вы, наверное, знаете историю студентки МГИМО, которая давеча стала порнозвездой и очень успешно снимается, зарабатывает деньги. И нужно ли ее осуждать? Вы знаете, я никого не осуждаю, потому что, видимо, у этой девочки было, ну, очень плохое детство. Ну, очень плохое детство. Хотя она умнейшая, образованнейшая. То есть она была отличницей. Я знаю, что такое быть отличницей МГИМО. У меня ребенок там учится, понимаете. То есть это действительно очень умная девочка. И каждый делает для себя выбор сам. Но с другой стороны, я думаю, что у человека всегда должно быть собственное достоинство. Женщина от этого зачастую очень страдает. Потому что когда женщина горда и самостоятельна, и у нее есть вот это вот такое, я бы сказала, даже слишком большое достоинство, как ей кажется, да, конечно, она себя очень ущемляет там в отношениях, в семейных вузах и так далее, и так далее. Потому что такая женщина, она не позволит обращаться с собой, как с скотиной. Правильно? Вот чему я учу своих детей, это всегда быть достойными в любой ситуации. Никогда посещая какие-то заведения, там, не важно, клубы, рестораны, не пытаться, чтобы за тебя кто-то заплатил. Вот с этого все начинается. То есть если у тебя есть возможность платить за себя, иди. Если у тебя нет возможности платить за себя, не иди. Потому что, ну вот, как вам сказать, для меня это вот важно. Для кого-то это не важно, для меня это важно. Обратите внимание, и об этом тоже сказал Владимир Владимирович Коктадайевич, что на сегодняшний момент у нас порядка 25% населения мусульмане. И к 30-му году может сложиться такая ситуация, что их станет почти 50%. Почему? Подумайте, да? То есть задайте себе вопрос. Значит, в исламе есть какие-то тезисы, которые мы возвращаемся как к истокам. Да, я понимаю, что это глупо там говорить, что надо там пронжу одеть и все прочее. В конце концов, мы не в мусульманской стране. Но по поводу морали и нравственности, конечно, надо очень большую работу проводить, в школах проводить. И воспитывать вот это достоинство, которого, к сожалению, в наших девочках, в наших мальчиках нет. Зачастую. Это связано со многими факторами и уровнем жизни, который вырос. И, понимаете, дети хотят получить все и сразу, не вкладывая ничего в этот образ жизни. И не знаю, как... Это очень сложный момент. Как научить своих детей работать? Как полагаться только на себя? Это очень сложно. Но вот эти вещи, они напрямую связаны с нравственностью. Понимаете? Потому что, когда человек самостоятельный, когда он обладает воспитанием, образованием, а это главенствующие две вещи в жизни любого человека, на этом изиждется его жизнь. Понимаете? То есть, получив вот эти две вещи, воспитание, образование, все, ты можешь, не помню, кто сказал, ты можешь не иметь ни гроша в кармане, но если у тебя есть манеры, ты завоюешь весь мир. То есть, как научиться быть личностью и отвечать за свою жизнь самостоятельно, а не пристегиваться к чьим-то штанам нефтяным, которые тебя через 10 лет турнут под зад, и ты останешься ни с чем. Посмотрите на жен наших олигархов. Не буду приводить примеры и не делать никому больно. Но посмотрите, когда женщина отдает всю свою жизнь мужчине, рожает ему кучу детей, воспитывает, а он потом решает, что, а зачем ему это все нужно, женится на другой, бросает детей, дети даже образование не могут закончить за рубежом, да. То есть, это тоже момент рабственности и морали, вот это отношение наших мужчин к своим детям. В том же исламе этого нет. Я очень много просто езжу по этим странам, и я вижу, как мужчины относятся к своим детям, как они в Эмиратах таскают на себя этих детей, она идет рядом, семенит, он на себя этих детей навешивает, то есть они ими занимаются, для них вообще вот эта семья, это так важно, а для нас это не важно. Для мужчин, для наших, вообще не важно. То есть они бросают детей сплошь и рядом и забывают, как их зовут. Это к чему относится? Объясните, к морали, к нравственности, к воспитанию, к чему? Перешагнул, пошел дальше, перешагнул, пошел дальше. И когда ты становишься старым, и ты вдруг понимаешь, что ты один и никому не нужен, вот тут начинает работать мозг. Или не начинает. Но вот для меня вот эти вещи все взаимосвязаны, понимаете? И вера, и религия. Но, к сожалению, вот у нас все-таки даже в религии, понимаете, мы, к большому моему сожалению, не так часто и так много времени уделяем семье и детям и воспитанию мальчиков. То ли это вот из-за послевоенной эпохи, когда мальчиков было мало, посмотрите, как наши матери воспитывают этих мальчиков. Они же были... Это же просто центр вселенной. Он меняет одну мать на другую, обстирывай меня, обглаживай, и при этом не несет никакой ответственности. Это же сплошь и рядом, это везде, повсеместно. Очень мало мужчин, которые несут ответственность за своих детей. Поэтому сложный вопрос. Но он, видите, осуждать я никого не буду. Каждый делает для себя выбор в этой жизни и неизвестно. Она сейчас, вот эта девочка, про которую мы говорили давече вначале, она молоденькая, что с ней будет через 10 лет? Может быть, у нее совершенно изменится мировоззрение, мы не знаем. Но зато у нее будет большой банковский счет, и она сможет быть свободной, а деньги это свобода. Не знаю, я никого не осуждаю. Но для своих бы детей я не хотела такой участи, поверьте мне. И участи жены нефтяника тоже бы не хотела. Потому что я знаю, чем это заканчивается у нас в России, матушки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok